МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня программа «Большая стройка» представит вам обзор коммерческой недвижимости, которую вы сможете приобрести на выгодных условиях для ведения бизнеса. Кроме того, мы расскажем вам о новинках в сфере строительства жилья. Новостройки, реализуемые на рынке недвижимости Гомеля, довольно часто сочетают в себе не только жилую, но и коммерческую функции. Есть примеры, когда во встроенных помещениях размещались предприятия торговли и сферы услуг, а также объекты социальной инфраструктуры, например, детский сад. Ежегодно только управлением капитального строительства города Гомеля реализуется порядка 10 объектов коммерческой недвижимости. На протяжении последних нескольких лет в нашем городе наблюдается достаточно устойчивый спрос на объекты коммерческой недвижимости. Это обусловлено их выгодностью, потому что данные помещения, они уже сдаются с отделкой. То есть любой инвестор приходит в готовое помещение. Надо отметить, что подобные объекты предлагает представителям бизнеса и Гомельский домостроительный комбинат. Так, в 2017 году инвесторы приобрели 7 встроенных помещений, расположенных в многоэтажных жилых домах. В их числе встроенное пристроенное помещение общей площадью более 240 квадратных метров в 18-м микрорайоне Гомеля по улице Головацкого на первом этаже новостройки. Здесь получит развитие бизнес-проект Центра ветеринарной медицины «Поли-Вет». Кстати, на рынке «Вет-услуг» клиника работает уже более 15 лет. Начиная свою деятельность в небольшом помещении, вскоре она переросла в крупнейший в городе «Вет-центр», который расположился по Реческому шоссе. На данный момент услуги «Поли-Вет-клиники» настолько востребованы, что Центр расширяет свою деятельность и открывает филиал. Мы обратились в Гомельский домостроительный комбинат с вопросом об этом помещении. Примечательно, что данный объект в соответствии с условиями договора Центр ветеринарной медицины приобретает в аренду с последующим выкупом. Они взяли на себя даже ремонт данного помещения за счет средств домостроительного комбината. Но в договоре мы прописали, что мы намериваемся в последующем данное помещение выкупить. С актуальными предложениями по встроенным помещениям в Гомеле ознакомилась и наша программа. Кроме того, специально для представителей бизнеса мы тщательно изучили мнение горожан о том, что бы им хотелось видеть в шаговой доступности от их жилья. Итак, продолжение строительства многосекционных жилых домов, которые от стандартных панелей города отличает большая степень остекления фасада, где применены витражи по улице Барыкина. Здесь проектом предусмотрено наличие встроенных помещений на первом этаже. Мы находимся на площадке продолжения строительства по улице Барыкина. В этом доме мы можем предложить всем желающим приобрести встроенное помещение от торговли как непродовольственными, так и продовольственными товарами. Площадь данных встроенных помещений варьируется от 46 квадратных метров до 86 квадратных метров. Всем заинтересованным лицам просьба обращаться в государственное предприятие управления капитального строительства города Гомеля. А вот какие объекты могли бы здесь расположиться, с нами поделились жители города над Сожем. Я как медработник, чтобы было в этой области где-то побольше поликлиник. Мне нравится, что как ближе к дому продуктовые и электрика, все что надо. Чем ближе, тем лучше, а кафе для жилого дома это не очень. Ну и аптека, и паркмахерская, и все, и констовари. Я думаю, что, наверное, какой-то развлекательный на центр детский можно было бы сделать. Чего-то развлекательного, потому что в городе и так мало, новые дома строятся, и как бы этого очень не хватает в нашем городе. Площадь бы не помешала, честно говоря. Появился нормальный магазин продуктовый какой-нибудь, или кулинария хотя бы. В кулинарии в нашем районе, скажем так, ближайших отсюда две остановки и до ЗИПа три. То есть пять остановок нету нигде людям не покушать. Поэтому вот, соответственно, где покушать не хватает. Еще один район Гомеля, где в ближайшее время появятся высотки со встроенными помещениями на первых этажах – железнодорожный. К слову, здесь уже возведена новостройка по улице Красная до Кутович. Рядом с ней построят группу жилых домов, которые будут сочетать жилую и коммерческую функции. Гомельчане поделились с нами своим мнением о том, что хотели бы они видеть в этом микрорайоне в шаговой доступности от своего жилья. Аптека далеко тоже. Вот выйти быстренько в аптеку, нужно бежать к универмагу. Парикмахерская, ну у нас тут пару штучек есть. Как бы с этим проблем нет. Вроде как парикмахерских нам хватает. Ну вот продуктовые магазины с ассортиментом хорошим тоже был бы большой плюс. Думаю, продуктовых, нормально, чтобы недалеко было ходить. Вышли и сразу спустились, и нормально было бы. Ну и думаю, что что-то для детей. Мы рады, чтобы была аптека. Для деток какой-нибудь развивательный центр было бы хорошо. Точно не алкогольных магазинов. Ну аптеки, скорее всего. Ну а что тут еще? По сути-то ничего больше, кроме аптеки такого большого не поместится. Ну если мини-банк какой-то, чтобы можно было сходить заплатить за квартиру. Магазин, наверное, желательно. Потому что продуктовый магазин, допустим, Аркада, он далеко находится на Кирово. Ну и желательно, чтобы работал допоздна. Большая часть живут пенсионеры, поэтому аптека, конечно, для них была бы полезнее. Аптека, наверное, потому что очень далеко в аптеку идти туда, на Рогачевскую. Банк тоже можно было бы, конечно. Ну, чтобы можно было деньги снимать. Надо отметить, что при возведении новостроек строители также изучают мнение горожан. Например, на сайте управления капитального строительства города Гомеля каждый желающий может оставить свой отзыв по строящимся объектам. У нас планируется объект, группа жилых домов по улице Докутович. И мы сейчас проводим опрос на сайте, что бы хотели видеть будущие жильцы данного квартала на первых этажах встроенных помещений. Это аптеки, почта, банки или еще там фитнес-центр. То есть мы принимаем все предложения на нашем сайте. Представителям бизнеса также будет интересно еще одно предложение по встроенным помещениям. Они будут расположены на первых этажах в возводимом жилом доме по улице Павлова в Советском районе. Областной УКС предлагает приобрести жилые помещения с возможностью последующего использования как коммерческая недвижимость по адресу улицы Академика Павлова. Помещение находится на первом этаже жилого 14-этажного дома и имеет отдельный выход из каждой квартиры. Квартиры можно приобрести путем заключения долевого участия по цене 1199 белорусских рублей по адресу улица Белецкого, 7, сектор, центр продаж квартир. Для тех, кто мечтает жить в самом центре нашего города, вблизи набережной реки Сош и Дворцово-паркового ансамбля, программа «Большая стройка» предлагает актуальные варианты недвижимости. Государственное предприятие управления капитального строительства города Гомеля предлагает принять участие в долевом строительстве в жилом доме по улице Волотовская. В данном случае представлен конструктив «Широкий шаг» квартиры с выводной планировки в студии. В данном доме присутствуют двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площади от 63 до 97 квадратных метров. Цена за метр квадратный составляет 1449 рублей. В ближайшее время многоэтажный 120-квартирный жилой дом возведут в 21-м микрорайоне Гомеля по улице Чечерской. Кстати, рядом уже завершено строительство аналогичной новостройки. Рассмотреть предложение по приобретению возводимого здесь жилья предлагает УКС города Гомеля. В районе Волотова города Гомеля государственное предприятие управления капитального строительства предлагает принять участие всех желающих в долевом строительстве. Жилой дом представлен конструктивом «Широкий шаг». В данном случае мы говорим о однокомнатных и двухкомнатных квартирах. Площади однокомнатных квартир в этом доме составляет порядка 45 квадратных метров. Двухкомнатные – 57 и 68 квадратных метров. В данном доме проходит акция. Первый и десятый этаж мы предлагаем по цене 1049 рублей за квадратный метр. Со второго по девятый этаж цена составляет 1099 рублей за квадратный метр. Примечательно, что рядом уже находится дом построенный, введен в эксплуатацию. Граждане, желающие приобрести квартиры в новостройке, могут прийти и оценить качество строителей данного дома. В числе тех, кто уже успел оценить качество возводимого жилья в этих новостройках – Наталья Дединкина. Она вместе с мужем строит вот в этой многоэтажке квартиру. Кстати, для молодой семьи огромное значение имели зеленая территория, в которой расположена группа новых жилых домов, наличие поблизости крупных торговых объектов и развитая транспортная сеть. У нас привлекла возможность построить квартиру-студию. Мне очень нравится, что он находится не в центре микрорайона, а как бы на периферии, потому что я не люблю шум, большое скопление народа. И мне нравится, что здесь вокруг дома пространство. Окна дома не выходят на окна соседних домов, а вот на лесополосу, или с другой стороны на школьный стадион. Микрорайон достаточно благоустроен, инфраструктура развита, несколько сетцевых крупных магазинов. Что касается транспорта, рядом конечная остановка, и здесь останавливается более 10 маршрутов разного транспорта. Очень часто ходят маршрутки. В ближайшее время своих жильцов примет новостройка в 104-м микрорайоне Гомеля. Примечательно, что в этом доме возводится жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Гомельским домостроительным комбинатом осуществляется строительство жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Финансирование этого строительства происходит в рамках 240-го указа президента. Ведется строительство по улице Федюнинского не так давно. Мы сдали там два дома, ввели в эксплуатацию. И вот строим в 104-м микрорайоне дом, 18-этажку. Для кого не секрет, что микрорайону нужен детский сад, школы. И вот планируется в самом ближайшем будущем постройка детского сада на 190 мест. Сегодня программа «Большая стройка» ознакомила вас с интересными предложениями на рынке коммерческой недвижимости города. Также уверены, что именно вам мы помогли определиться с выбором комфортного и уютного жилья. До встречи на стройплощадках Гомеля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова